Хе-хе, ребята! Здарова всем! Вы на канале S-GameStreet, с вами Рауль. И мы начинаем проходить DLC-дополнение к Саден Страйк 4, а именно Файланд Вайзершторм или Визершторм. Короче, это второе дополнение к Саден Страйк, и рассказывает она о зимней войне между финнами и Советским Союзом, ну и о событиях 44-го года, если не ошибаюсь. Короче, войн между Советским Союзом и Финлянзией в период Второй мировой войны, вот так точнее будет. Ладно, так, по-русски это будет Финляндия-зимний шторм, или зимняя буря, не знаю. Ладно, начнем. Так, сначала начнем кампанию за Советский Союз, потому что сначала Советский Союз начал военное вторжение против Финляндии, агрессор здесь Советский Союз, а затем мы уже начнем играть за финнов. Окей, погнали. Итак, первый уровень у нас битва при Сомусальме. Так, краткий, так скажем, экскурс в историю, ребята. Значит, зимняя война, это, так скажу, локальный конфликт между Советским Союзом и Финляндией в период в начале Второй мировой войны, с 1939 по 1940 год. А началась она вот так, после взятия, или же, так скажу, присоединения прибалтийских стран к Советскому Союзу, Сталин решил, так скажу, взять территории близкими к Ленинграду. Взять территорию Финляндии, которая расположена близки к Ленинграду, и он предложил финнам, типа, обменяться землями, да. Те земли, которые близки к Ленинграду, к Ладожскому озеру, взять себе, а финнам отдать что-то там, какие-то территории, которые находятся севернее. Но финны отказались от этого всего дела, ну и началась данная военная операция, так скажу. Вообще, честно говоря, у Сталина были другие планы. По протоколу пакта Молотова-Риббентропа 1939 года о разделении сферы влияния Европе между Советским Союзом и Германией, они договорились, что, типа, прибалтийские страны, Финляндия и там части Румынии, да, Бесс-Арабия, если не ошибаюсь, приходят под контроль в сферы интересов Советского Союза. Вот. И целью было вообще объединить всю Финляндию в состав Советского Союза, как они сделали это с прибалтийскими странами. Ладно, что-то я заговорился, давайте начнем уже. Битва при Соумусальме. Радская дорога. Советский Союз вторгается на территории Финляндии, в результате чего, спустя всего три месяца после начала Второй мировой войны, началась так называемая Зимняя война. В начале декабря 1939 года на Северном фронте советские силы выдвинулись к деревне Соумусальме. Их целью был город Оулу, захватив который, Красная Армия смогла бы разрезать Финляндию наполам. Поначалу этой амбициозной план действовал захватчики пересекли границу 30 ноября и быстро двинулись по арабской дороге. В направлении деревни пытались совладеть партизанские тактики противника. 7 декабря бои дошли до Суумусальме, где финны малыми силами старались удержать деревню. Красной Армии удалось отбросить защитников назад, но финны уже уничтожили все здания, лишив захватчиков укрытия. Несмотря на ранние успехи, в самом начале Зимней войны советские войска в конце концов были вытеснены из региона, а к началу 40-го года и за пределы страны. Это вот так, ребят, на самом деле Зимняя война оказалась вообще позором для советской армии. Здесь финны действовали по принципу выжженной земли, то есть уходили за собой, уничтожали всю инфраструктуру. Ладно, оставим Георгия Константиновича Жукова и поглянем. Захватите Раадскую дорогу. Уничтожьте заграждение финнов на Северной дороге. Окружите деревню. Выдвигайтесь вперед и захватите деревню. Угу, окей. Начнем миссию. Да, будет интересно. Битва при Суомусальме. Декабрь 39-го года. Обожаю заснеженные локации. Тем более... Тем более... Тем более, всадный страйк вообще обожаю. Так. Ожидаю приказов. Погнали. Замечен враг. Пли! Пли! Отничтожили врага. Стреляйте! Стреляйте! Пли по цели! Учищаем все. Стреляйте! Стреляйте! Ожидаю приказов. Как говорится, начинаю вторжение в Финлянзию. Пли! Уже иду. Так точно. Как витуда! Пли по цели! Атакуем! Пли по цели! Зачищаем, защищаем из их траншей. Огонь! Пехота готова. Так. Супер. Уничтожаем и мины. Двигаюсь. Двигаюсь. Обнаружен противник. Пли! Пли по цели! Приказы. Атакуем! Атакуем! Пока что у них только салдафоны. Пехота здесь. Техники пока что не видно. Огонь! Стреляйте! Огонь! Атакуем! Отлично. Поздравляем! Вы обезопасили Радскую дорогу. На северной дороге есть еще одно заграждение. Уничтожьте его и пребывающее подкрепление. Так. Я вижу по мини-карте, что нам дали подкрепление. Прибыли на Радскую дорогу. Так точно! Ну что, присоединяемся к группе. Все вместе. Давайте посмотрю на карту. Значит, пока что она мало что доступна. Сейчас. Нам нужно вот сюда. Кейчики. Опять же. Приказы. Погнали все вместе. Я объединилась в первую группу. Иду! Прибывших новобранцев. Уже иду! Подожди, подожди. Отсюда мы не пройдем. А в принципе, здесь-то все замерзло. Можем и так пройти. Двигаюсь! Проходим. Проходим аккуратненько. Двигаюсь! Пехота в пути! И приятель! Бли! Атакуем! Стреляйте! В распоряжение! Вытесняем их за фроншей. Так точно! Убейте! Огонь! Твое газы! Стреляйте! Так, ребята. Мочите, мочите. Огонь! Припасы! Осталась, в принципе, одна траншея. Бли! Бли! Супер! Очень даже хорошо. Скоро прибудут наши главные силы. А пока есть важное задание. Захватите три стратегически важных участка для нашего воздушного десанта. Так, возьмите деревню в кольцо. Наши подкрепления прибыли на северную дорогу. Вижу. Нам дали Т-24. Комсомолец. Бронетанковый тягач. То есть, бронированный тягач. Бронетанковый тоже сказал. Ребята, у меня иногда бывает, я просто читаю. И не дочитая, блин, сразу говорю слово, да? Наугад. Которое-то может быть. Так, хорошо. Значит, нужно вот эти позиции взять, да? Как я понимаю. Хорошо. В принципе, у нас бронемашин много всего нет. В основном пехота и этот комсомолец. Тягач. Так что все, объединяю ее в первую группу. В одну единую группу. И погнали, короче. Надеюсь, лед не треснет, блин. Ох, ты треснул, а я же говорю, пипец. Ай-яй-яй. Как жалко, слушай, как жалко. Не повторяйте моих ошибок. Надо было сохраниться. Ладно. Будем так брать. Так, окей, побежали. Вперед. Сейчас прибудут парашютисты. А вот этот самолетик вижу наш. В принципе, с тяжелой техникой здесь тяжело. Продвигаться вообще. Так, а вот и они высиделись. Враг! Пехота идет! Огонь! Стреляйте! Так точно! Пли по цели! Ну уже! Убейте! Десантники направляются по заданным координатам. Есть? Отлично. Поживее! Плесть еще одно место. Пехота идет! И пойдем сейчас так, на пересечении. Так, не понял. Пехота в пути! Стреляйте! Спли по цели! Входы на комиссар! Я вот! Все! Пехота в пути! Тоже уничтожили. Так точно! Хорошо. Пехота идет! Пехота идет! Уже иду! Атакуем! Поживее! Так. Сюда тоже прибыли десантники. Отлично. Иду! Идем брать последнюю точку. Так точно! Пехота в пути! Давайте, ребята, давайте. Знаю, холодно, неприятно. А что поделать-то? Пехота здесь! Так точно! Так, отдаляемся. Пехота идет! Стреляйте! Еще один вверх! Отпугает! Так, хорошо. Побежали. Твигаюсь! Бегались я на комиссар! Ид на цель! Пехота идет! Убейте! Яблочко! Огонь! Уничтожили цель! Огонь! Атакуем! Главное не попадать в эти обрывы. Наша работа. Мы окружили деревню. Мы начнем захват, когда подойдут наши бронетанковые войска. Так, давай, медик, помогай. Почем товарищу. Захватите деревню. Захватите деревню. Вот деревушка. Ну что нам дали? Подкрепление на северную дорогу. Бронитехника. Так, что это такое? ОСГЭ. Привало подкрепление на Раутскую дорогу. Бронитехника. Аэросани. Ох ты, а вот здесь нам дали тоже ОСГА-6 и Т-26, Т-26 и еще один Т-26. Ну это старая модель, потом будет Т-34, да? В принципе, со всех сторон уже все готовы. Значит, сделаем группы армии уже. Пехота готова. Это будет вторая группа десантников. Пехота готова. Третья группа. Пехота готова. Четвертая ударная группа. Ожидаю приказов. Пятый ударная группа. Сохранимся. Все. Тут мы можем пойти. Так, здесь я их тоже объединю сейчас. Готовы служить. В первую группу. Есть. Все. Так точно. Сейчас можно пойти. Пехота в путь. Видна цель. Пли по цели. Убейте. Пли по цели. Пли по цели. Двигаюсь. Пли по цели. Пли по цели. Так, сейчас уничтожится, ребята. Давайте все вместе. Чертый брейн. Автомобиль. Побежали. Так, точно. Есть. Пли. Пли. Убейте. Так. Двигаюсь. Так, помогите павшему товарищу. Враг. Пехота готова. Давай же. Пехота идет. Двигаюсь. Пехота идет. Огонь. Пехота готова. Огонь. Убейте. Яблочко. Пехота в пути. Так, ребята, отступите чуть-чуть. Есть. Пехота идет. Думай так, как говорят-то. Берем нашу камень группа, пятая, да. Пошли пятой группой. Пехота в пути. Есть. Распоряжение. Четвертая группа. Иду. Пусть тоже подтягиваются сюда. Пехота идет. Пехота готова. Третья группа десантников. Есть. Сжимаем, сжимаем кольцо. Распоряжение. Уже иду. Уже иду. Противник. Пехота здесь. Пехота в пути. Атакуем. Стреляйте. Стреляйте. Готов. Атакуем. Приказы. Пехота идет. Замечен враг. Огонь. Так точно. Заходим. Пехота по цели. Пехота идет. Пли. Пли по цели. Пехота в пути. Пехота в пути. Приказы. Пли. Приготовы. Видна цель. Стреляйте. Убейте. Убейте. Пехота готова. Стреляйте. Пехота идет. Стреляйте. Пехота в пути. Стреляйте. Готовы служить. Убейте. Чутко я не по-умному сделал, конечно. Уже иду. Да ладно. Убейте. Готов выполнять приказы. Огонь. Так, ребята, давайте вы тоже с пленой мочите их. Огонь. Атакуем. Уже иду. Атакуем. Убейте. Огонь. Мехота идет. Убейте. Атакуем. Пехоты. Приказы. Пехота в пути. Готовы служить. Готовы служить. Огонь. Пехота идет. Огонь. Пехота готова. Пехота идет. Готовы служить. Огонь. Приказы. Убейте. В принципе, уже все. Переходя здесь. Да. Мы ввели все из строя. Убейте. Осталось окопы тоже зачистить и все. Победа. Пехота готова. Стреляйте. держать товарищи вы захватили деревню со мусалми за родину о да ну и честно говорю мы взяли их массой они слабые были вот у них никакой бронетехники даже не было супер четверг 7 декабря 1939 год сегодня мы первый раз ответили в неуместную агрессию финнов и сразу смогли проникнуть в глубь их территории мне приказано захватить небольшую деревушку со мусалми и маршрут ведущий городу ову когда мы возьмем ову мы разделим эту молодую страну на две части и тогда победа будет в наших руках наша дивизия выдвинулась рано утром и вскоре все дороги были заполнены нашими танками и машинами естественно финны сделали все что было в их силах чтобы остановить наше продвижение они заминировали дорогу и наставили по всей ее длине заграждений к счастью инженеры без труда справились с этой проблемой и мы направились к соу мусалми где нас ждало несколько отрядов противника финны сражались отчаянно но им было нечего противопоставить мощи красной армии ходе операции мои люди блестяще показали себя командир отдельно похвалил меня за то что мы выполнили все задачи крайне эффективно и при этом свели потери к минимуму я придерживался тактики командира жукова и сделал основную ставку на бронетехнику это оказался правильный выбор так как финны не имевшие противотанковых орудий не смогли дать нам отпор к ночи мы уже захватили деревню афины отступали по всем фронтам за плечами у нас сильное подкрепление как минимум две дивизии солдаты и бронетанковая бригада мы показали финнам свою выдающуюся силу им нечем на это ответить сомнения нет скоро мы двинемся на наш триумф уже не за горами ну да в первое время могло так казаться но все не так сладко было так ребята следующий наш уровень это битва при сальне пройдем следующей серии ребята надеюсь вам понравилось если да то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь жизнь продолжения всем удачи всем пока пока